Этот день они приближали как могли. Те, кто прошел огонь сороковых роковых, видел всю боль того страшного времени и выжил, не устают благодарить судьбу. Ветеранов войны и трудового фронта отличает несекаемая любовь к жизни, умение ценить каждое мгновение. Ряды их, конечно, заметно поредели. Тех, кто ушли, помнят и чтут, а те, что рядом с нами, ощущают тепло, заботу и всемирную благодарность. В преддверии знаменательного и светлого праздника наша съемочная группа побывала в гостях у ветеранов в Ташкентской области. Бугинский район Ташкентской области. Отсюда фронтовыми дорогами ушло свыше 3200 человек. Вернулось немногим более 500. Сегодня их здесь осталось 5. Солдат той войны, встречающих еще одну весну. Причувствия значимой даты повсюду. В самом воздухе, в птичьем многоголосье, в особой памяти сердца. А для нас это еще и возможность своей строкой присоединиться к тем, кто подарил мир ныне живущим. Один из них Кенжа Рузматов, 1925 года рождения. Повестку на фронт получил в 43-м. Служил в России, затем в Японии и в Корее. Победу встретил в Сеуле, вернувшись домой больше, чем через год после нее без единой царапины. Это время вспоминать неохотно, ведь на полях войны остались двое его братьев. В семейном альбоме бережно хранятся две фотографии того времени. На них Кенжа Акеа полон сил и надежд. Правда, многие из них отняла война. Зато надежду и оптимизм внушает день сегодняшний. У нашего героя 8 детей, больше 100 внуков и правнуков. А еще немало тех, кто при встрече с ним испытывает радость и волнение, гордость и благодарность. Вот и в этот раз навестить ветерана пришли представители районного хакимиата, фонда Нурани и Махалинского, схода граждан Союза молодежи. Когда раньше пригласив на мероприятие, ему говорили не надевать ордена и медали, бывало, что отец даже плакал. Мы его успокаивали, говорили, приберегите свои награды, настанет для них время. И вот сегодня они украшают его грудь. В настоящее время, ну полтора года уже, внимание к ветерану возросло в разы. Буквально накануне пришел мой ученик и рассказал о том, что его дедушке, ветерану войны, государство выделило, наш президент выделил 5 миллионов сумм. Это большая помощь, поддержка для них. И еще также сказали, что он может навестить места боевой славы, навестить своих фронтовых друзей. И дети, видя вот такое отношение к старикам, к ветеранам войны, видят то, как относится государство к ним, общество. И, конечно же, это живой пример. Еще одна без преувеличения знаменитость Букинского района Тургунбай Ченташев, дорогой желанный гость в местной школе. Ребята готовы слушать его рассказы бесконечно. Учебник истории не идет ни в какое сравнение с повествованием очевидца военных действий на фронтах Украины и Белоруссии. Родившийся в 1924-м, на фронт он попал 20-летним. Дошел до самого Берлина. А после трудился в сфере сельского хозяйства, поскольку специализировался на орошении полей, хорошо знает цену и воде, и жизни. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем», — смеясь, цитирует он слова известного стихотворения. Словно про него написано. «Про три осколочных ранения. Они дают о себе знать. Хорошо, что рядом 12 детей, 54 внука и 37 правнуков. А еще школьники, которые часто заходят навестить ветерана, помочь по хозяйству. Новость о возможности согласно постановлению президента отдохнуть и подлечиться в санатории Ялты в сопровождении одного из внуков принял с радостью. Подарок от главы государства — 5 миллионов сумм с достоинством и благодарностью. От зуркова глаза бывшего артиллериста и зенитчика не укроются никакие перемены. Оценил. А потом веселился так, что многим молодым мог дать фору. Лишний раз подтверждая, лекарства для души намного ценнее всяких снадобий. Субтитры создавал DimaTorzok